Но сейчас слово для доклада предоставляется Лапиной Ларисе Альбертовне с докладом на тему «Государственная информационная система учета и контроля за обращениями с отходом первого и второго класса опасности». Пожалуйста. Коллеги, кликер, дайте, пожалуйста. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось сегодня несколько перестроить свой доклад, так как вчера был первый день нашего мероприятия интересного, и после мероприятия мы получили целый ряд вопросов, когда уже общались по завершению. Поэтому немножечко практической части в начале. Я разобью свой доклад на три составные части, и начнем мы с нашего сайта, официального сайта Федерального экологического оператора. Я попрошу наших коллег показать этот сайт для того, чтобы показать именно тот ресурс, который мы приготовили для всех участников новой выстраиваемой системы с целью информирования каждого участника о том, что происходит. Итак, на нашем сайте Федерального экологического оператора есть ряд баннеров. Если мы прощелкаем эти баннеры, по баннеру, пожалуйста, щелкните дальше, есть большая вставка ГИС ОПВК. Вот вчера пролистнули. Да, вчера по этой вставке мы попытались показать всем, кто задавал этот вопрос уже после мероприятия, где можно найти всю необходимую информацию. Федеральный оператор собрал в подразделе сайта большой объем всего информации. Это и весь перечень нормативных документов, вся нормативно-правовая база, которая необходима будет для начального этапа работы в системе. Размещен не только перечень нормативных документов, но также и ролики, которые можно посмотреть и ознакомиться с системой. Прекрасный фильм. Вот немножко ребята переключили уже на саму систему. А, собственно говоря, на сайте... Да, если щелкните еще разочек, коллеги. Дальше. Дальше. И еще. И еще. Вот здесь щелкните, пожалуйста, посередине. Вот мы попадаем в этот раздел. Посмотрите, здесь будет вывешен целый график мероприятий, которые мы будем проводить. Я прошу вас зафиксировать внимание свое на этом. Можно будет присоединиться и послушать эти мероприятия в режиме онлайн. Здесь будут часто задаваемые вопросы по результатам мероприятий, где вы можете также ознакомиться со всеми ответами, которые подготовил для вас федеральные экологические операторы. Есть обратная связь, есть презентационный материал, с которым вы можете ознакомиться. Вот с этого мы начнем с вами работу в системе ГИС и ПВК. Ознакомление со всеми законодательными актами, для того, чтобы у вас сложилось уже более полное представление, что законодатель нам подготовил для работы в 2022 году. Ну, начиная с 2022 года. Второй блок, на котором бы я хотела заострить свое внимание, если можно, вернуться опять на наш сайт и нажать еще разочек на кнопку. Это блок тестирования. На нашем сайте, на верхней панели, есть кнопка ГИС и ПВК. Вот с 1 сентября эта кнопка стала активной. Зайдя по этой кнопочке, вы попадаете на стартовую страницу государственной информационной системы, учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов опасности. Также мы подготовили вместе с нашими разработчиками большой блок информативный. С правой стороны вы увидите, как пройти регистрацию, зарегистрироваться в системе. Для того, чтобы зарегистрироваться сейчас и пройти это тестирование, необходимо будет согласиться с условиями тестирования. Нажав на эту кнопку, вы как раз-таки ознакомитесь, что необходимо сделать для того, чтобы быть зарегистрированным в ней и посмотреть весь функционал, который разработан в ограниченном доступе, конечно, в личном кабинете поставщика информации. Прописаны, как дать права доступа сотруднику вашей компании. Прописана памятка участника. Мы сняли несколько роликов, очень подробно рассказывающих о том, как можно в данной системе вводить необходимую информацию. Вот с этого хотелось бы начать, скажем, свой доклад. Немножко практических акцентов, для того, чтобы вы понимали, что на сегодняшний день у нас, в какой стадии происходит в системе. В систему мы на стадии тестирования даем доступ, ограниченный, только к отдельным модулям. Вы сможете зайти, внести свои данные в личном кабинете, создать его. А уже сейчас будем разговаривать в рамках пилотного проекта. Те участники в Татарстане, кто участвует в пилотном проекте, им будет более расширенный доступ позволен. И об этом я сейчас буду рассказывать уже в третьей части своего доклада по пилотному проекту, как мы будем работать с учетом разработанного в большей части функционала государственной информационной системы. А теперь попрошу ребят на презентацию. Государственная информационная система обращения с отходами 1-2 класса. Я всегда делаю акцент на том, что это система учета и контроля. Учета – это крайне важно. Контроль – это не менее важный момент, потому что в действующей системе у нас достаточно много образующихся ям. То есть мы не понимаем полного конкретного количества объема образованных отходов. Даже если отходообразователь нашел оператора, который может эти отходы транспортировать, то мы не уверены, что эти отходы дойдут до конечной точки и попадут на предприятие переработки. И далее можно будет быть абсолютно уверенным, что эти отходы будут переработаны, и полезные компоненты вновь вернутся во вторичный оборот. Поэтому вот такой замкнутой схемы мы не наблюдаем. Исходя из этого, очень часто мы слышим на всех площадках о том, что 350 тысяч тонн отходов 1-2 класса опасности образуется, а вот какое количество перерабатывается, обычно варьируется 1,5-2%. Почему создается государственная система учета и контроля? Потому что именно в этой системе мы сможем проследить всю эту цепочку. Вот именно это законодатель и предлагает нам, внеся в 225-й федеральный закон изменения, и у нас появляется 14-я статья в 89-м федеральном законе. У нас определён федеральный экологический оператор, которым является в ГУП ФЭО. Федеральный экологический оператор является и оператором системы. Предстоит целый ряд шагов, которые мы сейчас предпринимаем. Разработка федеральной схемы обращения с отходами, разработка и запуск государственной информационной системы, и, безусловно, создание вот этой полной, эффективной, очень понятной всем, открытой и, я бы сказала, прозрачной цепочки от образования отхода до его переработки и возвращения уже полезных компонентов во вторичный оборот. Безусловно, хотелось бы огромное спасибо сказать Татарстану за то, что именно Республика Татарстан стала первой при подписании соглашения, первой по пилотному проекту, реализации пилотного проекта. И пилотный проект, который мы на сегодняшний день реализуем, это пилотный проект по обращению с ртуть содержащими отходами. Как мы будем выстраивать эту работу? На сегодняшний день у нас есть функционал ГИС АПВК. На сегодняшний день мы простроим цепочку и постараемся отходы от образователя отхода доставить до пункта переработки и проследить всю эту цепочку через созданную информационную систему. Как работаем? Образователи отходов, это индивидуальные предприниматели, это юридические лица, в процессе деятельности которых образуются ртуть содержащие отходы, должны будут подать заявку об образовании такого отхода федеральному экологическому оператору. Сделать это можно будет через нашу информационную систему. Доступ такой в эту систему будет обеспечен. Подача заявки формируется в этой системе. Вы ее сможете сформировать, и мы посмотрим, насколько эффективно она и удобно формируется вашим участием. Федеральный оператор, получая заявку, уже взаимодействует с операторами по транспортированию, которые способны будут забрать эти отходы и транспортировать их к месту переработки. На сегодняшний день в Татарстане создано Казанское отделение федерального экологического оператора. И, конечно же, вот такая вот цепочка нам позволит четко контролировать, где отход образуется, в каком объеме, далее, как он транспортируется, куда транспортируется и как перерабатывается. Соответственно, мы сможем получить и определенный отчетный документ, посмотреть уже спустя какое-то время вот выстроенную эту цепочку и получить какие-то балансовые количественные показатели. Ну, вот мы создали такую табличку для большего удобства. Таких вот форматов мы сделаем достаточно много и обязательно организуем еще дополнительные мероприятия со всеми участниками этого процесса для того, чтобы по каждой роли очень подробно рассказать и объяснить, как мы будем работать. Здесь четко прописано, что регистрируются в ГИС АПВК как отходообразователи, так и операторы по обращению с отходами. То есть у нас в ГИСе поставщиками информации, немножко про лесном, являются еще раз в рамках законодательства индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы первого-второго класса, а в данном случае у нас ртуть, содержащие отходы, оператор системы, это федеральный экологический оператор, операторы по обращению с ртуть, содержащими отходами и региональные операторы по ТКО. Значит, все должны будут зарегистрироваться в системе. Регистрации в системе на сегодняшний этап, мы сделали пока на первый этап регистрацию и вход через логин и пароль, чуть позже будет открыто через единую информационную систему, как это будет уже после ввода системы в промышленную эксплуатацию. Мы позволим вам и попробуйте зарегистрироваться и посмотреть, как создать личный кабинет. Далее, подача заявки. Заявка формируется достаточно просто, мы не один раз опробировали этот элемент, поэтому надеемся, что вместе с вами общими усилиями это сделаем. И подбор транспортировщика. Подача предложений, ее мы также осуществим в ГИСАПВК по транспортированию РСО. Ну и далее уже, конечно, будет договорной блок, который также предусмотрен в нашей государственной информационной системе. И, соответственно, вот всю эту цепочку пошагово мы с вами постараемся реализовать. Что необходимо поставщику информации? Ну, во-первых, необходим программно-аппаратный комплекс, усиленная, квалифицированная электронная подпись, регистрация осуществляется, еще раз повторюсь, через единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие информационных систем. То есть все эти элементы вы очень подробно можете пройти, изучить в той законодательной базе, которую мы подготовили для вас и разместили на нашем сайте. Останавливаться более подробно сегодня я на ней не буду. И не переключается. Ну, вот давайте посмотрим так. Значит, федеральным экологическим операторам получена лицензия на обращение с отходами 1-го, 2-го класса. И в Республике Татарстан у нас создан производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-го, 4-го классов, в том числе и ртуть содержащих. Буквально вчера мы также посетили этот комплекс. Значит, в этом комплексе имеется необходимое оборудование для переработки. Это установка демеркуризации ОРЛ-2М. Производительность ее 240 тонн в год. Это где-то 600 тысяч штук ламп в год по типам. Поэтому вот все необходимое для того, чтобы мы с вами сегодня первыми в рамках пилотного проекта попытались выстроить всю эту цепочку взаимодействия участников системы готово. И я полагаю, что совместными усилиями с нашими коллегами, да, Александр Валерьевич, мы постараемся этот пилотный проект сделать с очень положительным эффектом и в дальнейшем постараемся тиражировать этот проект на регионы. Уже сейчас внимание регионов приковано к их государственной информационной системе. Я могу вам сказать, что буквально вот утром получили первую сводку о том, какое количество компаний смогли зайти в ГИСа ПВК и пройти каждый шаг по регистрации и первичному вводу информации. Я бы отметила, что здесь есть компании и из Республики Татарстан, из Красноярского края, Самарской области, Челябинской, Республика Коми, Белгородская область, Республика Алтай, Курганская область, Кемеровская область и Хакасия. Это вот за первые сутки интерес к нашей системе достаточно серьезен у компании, в первую очередь операторов по обращению с отходами и также у отходообразователей. Поэтому мы очень надеемся, что получим по результатам этого тестирования, еще раз повторюсь, оно в очень ограниченном доступе пока дано для всех участников, получим обратную связь, получим обратные предложения, посмотрим, насколько вам удобно и комфортно работать будет в своем личном кабинете. И по форме обратной связи будем очень благодарны получить обратный отклик. Что касается реализации пилотного проекта, то мы постараемся проинформировать всех отходообразователей, проинформировать операторов по дополнительным мероприятиям, которые обязательно подготовим сейчас и проведем для того, чтобы нам с вами сделать все шаги для простроения этой цепочки в рамках реализации нашего пилотного проекта. Коллеги, интересный проект, поэтому приглашаю, безусловно, войти в систему, потестировать ее. Ну, а с коллегами в рамках пилотного проекта по реализации и переработке ртульцодержащих отходов, я думаю, что мы очень подробно проделаем все шаги и в последующем обязательно расскажем о том, с чем столкнулись в рамках реализации проекта, как он у нас реализован был, какие результаты мы впоследствии получили. Конечно, и такое мероприятие обязательно организуем. Вот на этом сегодня мне бы хотелось завершить свой доклад и пожелать нам всем большой удачи. Спасибо большое. Александр Альбертович, можно? Конечно, конечно. Пару слов. То, что мы вчера тоже обсуждали флагманами нашей экономики, это у нас были промышленные предприятия, Татнефти и Таифа, то есть они тоже здесь, за круглым столом, тоже в конце мы обговаривали, что да, действительно, мы должны максимально в кратчайшие сроки проникнуться вот этим вопросом, то есть тем пилотом, который сегодня реализуется на территории республики. Я уверен, с коллегами Роспроводнодзоров, Тарис Юбич, мы дальше также должны просто обязаны прорабатывать, уже довести до каждого промышленного предприятия, что эта тема актуальна, вот коллеги из Государственного совета, депутаты, тоже, я думаю, это актуально будет поднять, чтобы мы на уровне уже и нормативно-правовых актов, обязательства должны быть перед всеми нами, чтобы как можно оперативно все это реализовывать. Рахмат Бегзор, спасибо большое, Альбертова, за ваше выступление, за вашу честь. Спасибо.